александр еще один год пролетел традиционный вопрос каковы масштабы выставки в 2023 хорошее потому что выросла выставка выросла на 50 процентов по участникам и на 6 процентов по площади это к прошлому году прошлому году да мы перевалить за 1000 участников сколько их в этом году тысячу ровно да аудит официальный проходит поэтому конкретную точную цифру мы узнаем после выставки но мы насчитали 1000 про посетителей что можете сказать я понимаю не финальный день тем не менее по итогам первых двух дней у нас плюс 20 процентов посетителей сравнение с двумя днями в прошлом году поэтому тоже даем хороший рост по итогам выставки чем завлекали в этом году мы перезагрузили выставку если раньше фокус был на канал retail и об то проанализировать за три года посетители мы понимаем что там все больше приходит из общественного питания закупщики и в этом году мы сделали фокус на этот канал в том числе слоган выставки от поля до прилавка и столика в ресторане и многие активности которые мы впервые запустили они как раз таки посвящены направлению общественного питания например построили две новые зоны одна из них абсолютно новая это world food kitchen где эксперты и профессионалы делятся опытом в сфере общественного питания и обсуждают насущие проблемы и возможности их решения а также сильно улучшили зону кулинарного марафона 14 зале ухода где шефы из стран различных демонстрируют национальную кухню в этом году у нас фокус на национальных кухнях потому что на выставке представлено 17 национальных павильонов вот что касается национальных представленностей не секрет что мы разворачиваемся постепенно в сторону азии как в этом году изменился состав участников относительно стран если новые страны или если новые участники из тех стран которые уже ранее приезжали до в этом году у нас в целом больше 300 компаний которые участвуют впервые на выставках включая как раз таки представители зарубежных государств впервые на российских да и среди них как раз таки большое количество новых экспонентов с национального павильона китая потому что как раз таки в этом году границы китай открыты и они полномерно возвращаются к своему традиционному обширном участию на выставке около 300 компаний порядка там двух с половиной тысяч метров экспозиции во всех разделах они представлены также у нас увеличилось количество участников из африканских стран алжир южная африка впервые у нас участвует таджикистан как национальная экспозиция и как раз таки вернулся азербайджан который прошлом году пропускал поэтому участников из-за океана то есть из-за океана бразилия спустя больше десяти лет отсутствия на выставке world food вернулись с отличным национальным стендом 8 участников представляют продукцию своей страны также у нас малайзия из тех кто никогда не участвовал впервые принимать часть национальным стендом поэтому есть и те страны которые впервые и те которые наращивают свое участие или возвращаются после к вида какие-то продукты удивительные которых раньше не было что-то вот встречали вы за эти два дня и за время подготовки прям каких-то уникальных поскольку выставка world food все-таки проходит в 32 раз поэтому фактически большинство наверное всех уникальных продуктов которые когда-либо производились они уже на выставке как или иначе присутствовали но из тех продуктов которые вызывают интерес это вот на некоторых китайских стендов когда первый день выходили с заместителем провинции очень интересное решение в плане приготовления чая то есть фактически это измельченный порошок когда листья чая измельчают и при добавлении даже холодную воду получается насыщенный по вкусу и аромату чай поэтому здесь вот можно наверное говорить о каких-то уникальных решениях подачи таких категорий может быть явно не хватает и кого может быть пользуясь случаем вы могли бы пригласить допустим на будущий год рассмотреть ваша коллега которая занимается конкурсом продукт года сказала что в этом году в виноделии всего два участника то есть но быть может кто-то нам нужен кто просто не слышит не знает не думает о том что он сюда может попасть я думаю что именно на выставке компании с вином гораздо больше потому что если вот опять таки возвращаться к стенду азербайджана или южной африки то там обилие винных компаний и воровцов я думаю что возможно не все участники может быть знают о том что у нас премии есть этот раздел алкогольная продукция и может как раз таки сделать упор на продвижение но а в целом кого не хватает я думаю что вот в этом году мы встречались с представителями малайзии перепереговоры с индонезией и упор будем делать в следующем году в том числе на халяль также переговоры ведем по ингредиентам потому что есть запрос из разных стран в том числе китай по ингредиентам и в следующем году их будет больше но опять-таки мы начали развивать активно направление общественное питание поэтому будем как раз таки привлекать и производителей продуктов питания и всех производителей которые обеспечивают этот сегмент с участием как вы собираете обратную связь от тех кто выступает здесь со стендами тех кто приходит сюда то есть какой-то определенный канал где можно сказать от чего бы ты хотел еще увидеть здесь да конечно после каждой выставки мы проводим опрос как участников так и посетителей у нас есть отдельные инструменты на этот счет то есть быстро проходят и участники и посетители опрос в котором также присутствует как раз таки упор на то чего не хватало что могло быть лучше что понравилось и мы идем по всем пунктам и дальше уже это все систематизируем и как раз таки вот так и появилось направление общественного питания и то что просили мы наблюдаем тренд что каждый год посетителей приходит больше потому что продукты везутся со всего мира а как мы знаем что рестораны они очень в этом плане щепетильны и они хотят отстраиваться друг от друга в том числе как раз таки использовать это уникальные продукты либо уникальное сочетание продуктов поэтому запрос аудитория становится все выше а у нас как раз таки опять возвращается количество национальных стендов если в прошлом году было 12 в этом году уже 17 национальных экспозиций есть дебютанты в лице таджикистана и малайзии и на их стендах представлены возможно те уникальные продукты которых не было у наших уважаемых рестораторов поэтому как раз таки мы все это по анализировали сложили и поняли что как раз таки там где есть большой запрос этот спрос раздает предложение есть вопрос у нас есть на него ответ ну и второй традиционный вопрос это колесо будет крутиться вечно вы новая выставка обычно начинаете готовить буквально там с понедельника уже получается да какие-то наметки планы на будущий год есть чего точно вот ну прям нужно бы сделать но давайте начнем с того что вот нового мы еще с вами не обсудили да у нас впервые был мир торговли это битуби встречи закупщиков с производителями когда 69 закупщиков из восьми стран приехали провели переговоры со 130 нашими производителями то есть вот это было впервые мы сейчас собираем обратную связь с обеих сторон проведем анализ и будем улучшать что касается кулинарного марафона и world food китчен мы также после выставки проанализируем все тематики аудиторию что пользовался спросом что не пользовался и возможно будем переформатировать также мы запустили world food connect это наша новая профессиональность социальная сеть которая не только как выставка четыре дня будет действовать но и все 35 дней в году где профессионалы смогут друг друга находить общаться устраивать семинары продвигать свою продукцию и получается поставщик будет находить своего производителя не только в рамках выставки но и в течение целого года поэтому и это сообщество мы тоже будем улучшать есть планы как раз таки по запуску мобильного приложения но и систематизация всех этих процессов и возможно как раз таки через год матчмейкинг о котором мы в том числе говорим да в рамках этого продукта он тоже будет задействован и уже искусственный интеллект возможно будет помогать нашим производителям и поставщикам поставщикам и закупщикам находить друг друга поживем увидим тогда надеюсь до встречи до встречи следующем году удовольствие спасибо что пригласили хорошего дня